всем привет сегодня хочу показать вам процесс рисования цветными карандашами это один из заказов тут будет двое котят маленьких один будет сидеть и другой рыженький лежать рядом после того как я наметила основу простым карандашом то я приступаю уже к работе с цветными карандашами здесь есть свои особенности потому что карандаши они наслаиваются послойно то есть сначала идет первый слой потом я добавляю уже дополнительные штрихи и слои и вот так вот постепенно появляется цвет плюс я подключаю обязательно белый карандаш который немного смягчает и получается что он дает больше такой яркости будущим цветам то есть он и немного сглаживает фактуру бумаги у меня бумага довольно плотная для таких целей я обычно использую бумагу артистика плюс фабриана она акварельная но у нее есть замечательная особенность она очень плотная у нее 300 с небольшим грамм плотность то есть это как очень плотная бумага либо как пастельмат до у пастельмата 340 или 360 по моему плотность но то есть толщина достаточно большая это для того чтобы выдерживала большое количество слоев бумага ну и плюс на ней можно сделать вот такие элементы с продавливанием например сейчас вы уже видите что у меня там обрисовались видны белые узки это не нарисовано наверх это продавлено можно делать специальным инструментом либо делать пилочкой для ногтей аккуратно и я честно говоря последнее время делаю это с помощью очень тонкой спицы не спицы даже крючка вот когда вот вяжут крючком да и вот это оттуда то есть я им продавливаю и на этот слой как бы на эту ложбинку получается карандаш он не ложится соответственно вы все спокойно закрашиваете вокруг вас остаются белые участки потому что цветные карандаши их стереть чтобы вот так вот до нуля когда уже есть готовый слой практически невозможно у нас два варианта либо мы добавляем что-то светлое поверх либо вот мы таким образом продав любым и это популярный метод так делают практически все художники которые нарисуют анималистику цветными карандашами и вот так вот понемножку да я добавляю слои обычно идет первый слой потом я немножко отхожу к другому участку снова к нему возвращаюсь опять же нужно работать осторожно потому что есть шанс всегда перетемните да и цвет будет сложнее как-то заменяться конечно можно потом немножко сгладить белым и добавить нужный оттенок дальше я приступаю к работе уже к рыжему котику который лежит здесь я светло желтым сделала подготовку то есть весь участок с которой с которым я работу я покрыла светлым цветом и потом добавляю рыжие оттенки и вот они тоже ложатся более ярко уже на подготовленную базу все это потому что там есть восковая составляющая в карандаше и как бы цвета больше скользят по вот этому подготовленному покрытому светлым цветом слою и у вас сразу получается нужный оттенок потому что в цветных карандашах бывает что иногда они не очень яркие в моем случае довольно хорошие яркие карандаши у меня еще набор призма color 150 оттенков которые очень давно я приобретала и в дополнение у меня есть карандаши derwent и faber каста полихром из карандашики они тоже довольно яркие и мягкие и вот так вот постепенно закрашиваю шерстку то есть по первому слою добавляя вот где у меня идут полоски потом я могу покрыть это еще одним слоем и вот так вот потихонечку добавляю цвет все что белое практически оставляю белым и немножко светлым карандашом дорабатываю где идут тени это лучше делать даже не легким слоем какого-то темного карандаша а вот именно светлым выбираю нужные оттенки и постепенно затемняю некоторые из полосочек чтобы получался такой рыжий оттенок что касается теней мне не хотелось затемнять сильно фон чтобы он был довольно светлым поэтому под котиками они лежат на кровати то есть там есть складочки ткани там вот таким светло серо-бежевым я добавляю небольшие затемнения там где самые плотные моменты то есть под лапками с правой стороны немного с левой ну и конечно снизу потому что там будут самые темные зоны и вот таким образом у нас получается достаточно объемный портрет очень реалистичный цветными карандашами всегда получается очень реалистичный рисунок вот такая работа надеюсь что это было интересно и до новых встреч друзья